Только не говори, что было так хуже. Нет. Сейчас еще окажется волшебным образом, что в моих руках он прибавит еще 10 футов. Добрый день, это полумастер Иван Валяев, Эдуард Хорщевников. У нас сегодня небольшая новинка, как небольшая, наверное, большая, судя по тому, что многообещающая. Да. В обзоре, в кратком, блочный лук Боумастер Джокер. И сегодня мы вам расскажем, из чего он сделан, как он стреляет и на что он пригоден. Измерять мы будем, нам понадобится фунтамер, установки и весы. Иван, расскажи, наверное, из чего он. Это у нас лук вроде как бы такой в сегменте между Боумастер Монстр и Боумастер Триумф. Чем он отличается от предыдущих? Что поменялось? Да, в принципе, поменялось все. Другой тип рукоятки, другой сплав. Соответственно, здесь уже нету в упоре резиновой прокладки, как была на Триумфе и на Монстре. Здесь уже вполне спортивный квадратный упор. Не гуляющий, не играющий. Отказались от ряда элементов, которые, в принципе, были не нужны. Виброгасители из рукоятки убрали? Да. Соответственно, здесь они просто-напросто не нужны. Вибрации минимум. Заменили резину на стопоре, то есть она стала пожёстче. Заменили блок. Здесь теперь модульная часть с уверенным стопом в трос. То есть стоп на блоке появился? Стенка вполне такая железобетонная. Шаг растяжки полдюйма. Плечи, соответственно, тоже претерпели виды изменений. Лук можно точно подогнать. Под растяжки, под человек. Так, а что у нас там в блоках с плечами? Так, в чём разница плечей? Во-первых, изменили тип вхождения в карман, то есть уже нет бокового закрепления осями. Есть центральное отверстие, которое встаёт на внутренний замок в кармане. В случае с холостым выстрелом это гарантирует то, что плечи не полетят в вашу сторону. В голову они не полетят. С другой же стороны отказались от металлических колков, которые устанавливались наверх. И поставили так называемые втулки фиксации. То есть специальная резьба, которая фиксирует плечо, чтобы в случае чего... В случае холостого, чтобы оно не расслоилось. Да, оно не расслоилось по центру и блок не вышел на волю. Но холостой выстрел этот лук уже не выдержит. Блоки лёгкие. Блоки лёгкие. А скорость чуть-чуть повыше мы потом покажем. Да, соответственно, в плане блоков отказались от втулок скольжения. В пользу современных подшипников, то есть втулок качения. То есть это обычный подшипник качения. Да. Я так понимаю. Вот четыре подшипника, два блока. Да, да, да. Соответственно, видоизменились втулки, которые идут. На камере будет незаметно, но в случае с этими втулками здесь есть дополнительный миллиметровый зазор. То есть профиль некий появился на шайбах. Для того, чтобы у вас находилось пространство между подшипником и верхнюю часть подшипника, оно не зажимало. То есть более свободное движение для самого подшипника появилось. Ось и остались прежними. Та же сталь. Держатель йоков не пластиковый, металлический. Ну и, соответственно, всякие прокладочки. Он не лопнет просто. Да, он просто так не лопнет. То есть нужно приложить очень большое количество усилий. Карманы на рукоятке алюминиевые, правда, поменялась конфигурация, да? Да, и дополнились уже, соответственно, здесь вкладки. Здесь появился антивандальный замок. Для того, чтобы вы вкручивали, выкручивали стабилизатор без проблем. Нет, подожди, у нас это тут было и раньше. Такие штуки точно были. На Монстре, да. На Триумфе тоже. Тоже были. Нет, это все было и раньше. Это я уже, как говорится, гоню. И что еще у нас поменялось? Да, в принципе, оно все поменялось. Да. Вот, соответственно, лук у нас чуть-чуть другой. Поэтому сейчас мы его отстреляем на скорость. Использовать будем, как и все, чтобы выжить максимум. 300-грановые стрелы. Но 300-грановых у нас нет. У нас есть 310. Да, единственное, что мы будем не на 60 и на максимальной растяжке, как полагается, а на растяжке, которая идет в стандарте. То есть это 29. Длина растяжки 29 дюймов. Да, сила натяжения. Сейчас мне фунтомер выдал 55 фунтов. 55 фунтов, да? Да. Замечательно. Меньше 60. Так, это у нас 309,4. Прошу прощения, у меня жужжит карман. Там 309,8 и 309,4. Ну, то есть 310 грамм. Стрелы не резаны, с оперением. Вот. Хвосты все на месте. Хвосты, впрочем. Все на месте. Так, ну, давайте попробуем. Заряжай. Так, соответственно, сейчас замерим скорость. Растяжка 29, 55 фунтов. Т-образный релиз. Стрелы 309 утра. Стреляет Иван Валяев. 304. 300. А теперь для четвертого эксперимента я предлагаю два пострелиться. То есть лук у нас 55 фунтов, да? Ром вниз. А? Ром вниз. Такая досада. Лук у нас 55 фунтов. 55? Да, 55 было. С копейками. 317. Вообще, видимо, вся разница в релизах у меня есть. Вань, Вань, ты это... Нет, просто... Это плюс 10. Чувствуешь, вот мастерство не пропьешь. Вот волшебные руки. 310. Я чуть стрелу не побил, да? Какая досада. Еще раз, да? Ну, давайте, уж третий. Контрольник. А у тебя сколько, Вань, получилось? 307 максимум. 7 максимум, да. О, Вань. Салага, да? 318. Слушай, отдай из Экспириенсов. Ну, тогда еще, для прикола. Вот что-то не то. Нет, он вот лежит. Что-то не то. Сейчас мы на Экспириенсе тоже посмотрим, у кого будет больше. Мне так сдается, хронограф-то глючит или не глючит, или просто... Нет, это просто... Он же четко показывает, у Ивана меньше, у вас больше. Так что, видимо, все-таки дело в этом карме. А, ты про карму, ну тогда все, я просто пал. Так, сейчас, динамитик. Оп, все. 314. Хорошо пошла. Сейчас, Артулин. 310. Стабилина. 317. В общем, так, ребят, на самом деле, здесь стоит, ну, point металлический и резинка. Это, фута, наверное, 2-3 точно отжирает, а может, 2-4. Ну, то есть, это проверено. Но, с другой стороны, тут стоят ускорители. Спидноги. А тут их нет. А тут их нет. Значит, шило на мыло, как бы, ну ладно. Ну, что вы? Так сколько получилось-то вот такой? Тут 310, да? По разным данным. По разным данным. Сейчас проверим, что в разном. Давай, еще прикол, да. Эксперимент должен быть завершен. Щит должен быть разрушен. Обнуляй. Болики. Ну что, Ваня, ты выпил волшебного зелья, который плюс дает? 300. Пока все подтверждается. Так, давай. 304. В общем, Ваня, у тебя релиз просто постепенный. Постепенный. Наверное. Ну, либо я тормоз. У меня старый добренький скот, охотничий. Значит, как так получается, я не очень понимаю. А, в общем, у Эдуарда артефакт, а у Эдуарда так. 300 сей. То есть, у меня с этим релизом быстрее получается. Охренеть. Я потрясен, просто в шоке. Ну, ладно, с этим-то закруглились. Вот, так что скажем-то. Но этот агрегат, он, конечно, лучше. Ровно на 800 долларов. Ну, он реально лучше. И в балансе, наверное, лучше. Да нет, баланс, наверное, лучше. Вань, ты знаешь? Да ни хрена. Ну? Ну, он просто дороже в исполнении. Да. Скажем так. А все остальное, наверное, они равноценны. В общем, на этом, наверное, завершаем. Да. Кому понравилось, не понравилось, там лайки, дизлайки ставьте, подписывайтесь, скидки получайте. С вами был был мастер Иван Валяев. До встречи. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok